РОССИЙСКИЙ РАДИОУНИВЕРСИТЕТ РОССИЙСКИЙ РАДИОНИВЕРСИТ РОССИЙСКИЙ РАДИОНИВЕРСИТ РОССИЙСКИЙ РАДИОНИВЕРСИКИЙ РАДИОНИВЕРСИТ РОССИЙСКИЙ РАДИОНИВЕРСИТ РОССИЙСКИЙ РАДИОНИВЕРСИТ РОССИЙСКИЙ РАДИОНИВЕРСИТ РОССИЙСКИЙ РАДИОНИВЕРСИТ РОССИКИЙ РАДИОНИВЕРСИТ РОССИЙСКИЙ РАДИОНИВЕРСИТ РОССИЙСКИЙ РАДИОНИВЕРСИТ РОССИТ 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 установление контакта между королём Франции и Николаем Первым. Посмотрите, уважаемые радиослушатели, как это похоже на наше время, когда Эммануэль Макрон вроде бы весь в западном блоке, но явно сейчас, особенно это видно, предпринимает определённые усилия для того, чтобы установить хорошие контакты с нашим Кремлём. Это да, но французские СМИ из речи Макрона опустили его слова о заслуге Красной Армии. То есть это опять-таки отдельная такая тема, средство массовой информации. А вот возвращаясь к вашему вопросу, дело в том, что действительно, вернее, ему уготовано блестящее будущее, его ожидает слава первого художника Луи Филиппа, но он якобы разошёлся с Луи Филиппом во взглядах, когда для вот как раз галереи славы он пишет картину, посвящённую королю Солнцу Людовику XIV, и картина на сюжет осады Валансиена. Собственно, она так и называлась осада Валансиена, и Верне должен был изобразить короля Людовика XIV, который принимает участие в этой битве. И Верне отказался, заявив о том, что мне не платят за ложь. Вот так взять и в лоб сказать королю. Ну да, когда один из придворных ему заметил, что король вам за это платит, и делайте то, что хочет король, а Верне якобы ответил, мне не платят за ложь. И потом, когда он опять-таки уже уехал в Россию, и он, подчёркивая, что его визит не имеет никакой политической подоплёки, вот он постоянно об этом говорил, и он говорил о том, что мой отъезд связан исключительно с тем, что я не согласен искажать историческую правду и остаюсь при своём мнении. Но опять-таки, с другой стороны, дело в том, что идея пригласить Верне в Россию, она возникла-то уже давно, и об этом говорилось ещё при маршале Мизоне, который был послом России во Франции до 1934 года, а потом как раз был заменён Проспером Барантом. То есть уже до 1934 года ходили вот эти разговоры о том, чтобы пригласить Араса Верне в Россию. И мы вот с вами говорили об Анатолии Демидове, который тоже об этом писал и тоже зондировал почву, и он писал министру двора, князю Волконскому, что вот если император готов принять, и если визит подготовлен, то Расс Верне непременно будет в Петербурге. Ну, может быть, это такой вот жест какой-то эпатажный художника, потому что художники, они склонны к эпатажу. Не только современные художники, не только Сальвадор Дали. Кстати, если вот сейчас открытие выставки, да, и все говорят об усах Сальвадора Дали, если вы посмотрите на портрет Араса Верне, то вы увидите, ну, если не откуда уши растут, то откуда усы растут точно. Но получается, что либо это эпатаж художника, который блестящий батальный художник, любимец королей, либо это, возможно, похоже на некоторую операцию прикрытия миссии Араса Верне в России, потому что все-таки Луи Филипп его посылает в Россию. Ну, это произойдет во второй раз уже, посылает Луи Филипп. Да, а как первый раз приняли Араса Верне в России? Первый его визит, он был принят отлично, и этому удивлялись французы, потому что французов, мы уже говорили, как-то недолюбливали, ну, по понятным причинам, относились настороженно, ну, правда, особенно это произойдет после визита Кустины и больше публикации его книжки, но Проспер де Барант, который как раз в это время занимает пост посла Франции в России, вот он удивлялся тому, насколько благосклонно Кюстин, насколько благосклонно Араса Верне был принят в России. И эта благосклонность была связана с тем, что Араса Верне был личным гостем императора Николая Первого. Анатолия Петровна, прошу прощения, что перебиваю, в нашей традиционной школьных учебниках, либо в университетских учебниках, мы уже только что об этом в начале программы говорили, образ Николая Павловича и Николая Первого все-таки унаследован в такой либерально-демократической традиции. Николай Палкин, самодур, застегнутые на все пуговицы, такой деспот, и вот такие холодные... Перед которым все дрожали, режим которого основывался исключительно на страхе. Как вот такой наполеонист, француз, каким он увидел Николая Первого. Потому что вот мы сейчас, по сути дела, открываем такой цикл портрета эпохи Николая Петрова. С этой эпохой надо разбираться, какой же была Россия на самом деле. Действительно, Николай под самыми разными эпитетами вошел в историю. И помимо прочего, помимо каких-то качеств именно политических, он же был еще меценат, он был покровителем искусств, он был любителем искусств, он сам неплохо разбирался. И поэтому мы уже говорили, он тем самым привлекал западных, европейских и художников, и архитекторов, и скульпторов. Тем более он щедро платил. Он очень щедрый покровитель. И поэтому его милости, его благосклонности искали. Ну а то, что Арас Верне наполеонист, это же было только на руку. Потому что Николай Первый, при всем его негативном отношении к режиму июльской монархии, он же был человеком, который очень уважал Наполеона как мощного политического и военного противника. Он сам в юности жаждал, как и Арас Верне, оказаться на настоящей войне. И как раз по заказу императора Николая, Арас Верне ведь и создаст ряд произведений не только галерея императорского дворца и императорской фамилии, вот русской императорской фамилии, императорского правящего дома. Ну и некоторые работы будут написаны именно на сюжеты, связанные с Наполеоном Бонапартом. И одна из таких работ, Наполеон, принимающий парад в Тюлери, где там как раз ветеран подает прошение Наполеону, Верне напишет по заказу государя, и император повесит ее в своем кабинете и скажет, что вот я хочу видеть перед своими глазами эту армию, которая могла нас побеждать. Эту гвардию, да? Эту гвардию, да. А получается, что... Вот я вас слушаю, что... Ну вот мы будем об этом говорить, что в свое время образ Павла Первого или образ Николая Первого, он, как говорится, им не повезло с пиаром, потому что против них были применены самые недостойные способы очернения личности этих людей. Одного выдавали самодуром, другого солдафоном, а по факту мы будем и в этой передаче, и в следующих передачах говорить о том, что на самом деле это были совсем другие люди. Мы их не знаем. Мы не знаем эту эпоху, которая для нас написана достаточно в темных красках. На самом деле, если мы обратимся к тем же опять французским путешественникам, которые посещали Россию и оставили свои заметки о пребывании в нашей стране, они же все создавали образ Николая. И вот как бы они не относились к России как таковой, Николай практически у всех. Это образ идеального правителя. То есть это образ в духе Николы Макиавелли, чья власть держится не только на страхе, но и на любви. Вот это можно проследить в работах очень многих французов. Но первый визит ураса Верне в Россию, он был недолгим. Дело в том, что в 1936 году как раз из Парижа пришли сведения о том, что умирает его отец. И он спешно помчался на родину. А там как... И в надежде скоро вернуться. В надежде вернуться, но получилось так, что Франция в это время ведет активные военные действия в Алжире. Дело в том, что, напомню, Алжир Луи Филиппу достался именно как тягостное наследие реставрации. Потому что король Карл X буквально вот в последние месяцы своего правления, месяц даже, предпринял операцию алжирскую, направленную против алжирского Дэя, ну, под предлогом борьбы с пиратством. И операция была успешна. Карл рассчитывал на маленькую победоносную войну, но через 24 дня, как алжирский Дэй потерял трон, Карл X потерял тоже свой трон. То есть Карлу X война вот эта успешная операция в Алжире не помогла. И Луи Филипп на первых порах просто не знал, что с алжиром делать. И во Франции развернулась очень такая широкая дискуссия оставить алжир за Францией, продолжать его завоевывать, а потом колонизировать. И только в 1834 году, то есть через 4 года после установления режима июльской монархии, Людовик Филипп, Луи Филипп, подписывает ордонанс о том, что Алжир провозглашается французской колонией. Правильно я вас понимаю, что фактически в тот период художник Арас Вернеп оказывается, становится таким французским Верещагином, как больше известно, таким живописцем вот таких колониальных побед французского оружия. Ну это мы так, может быть, назвали бы, хотя он оказал воздействие на русских баталистов, но не на Верещагина, да, прежде всего. Ну как аналог. Да, и тут вообще характерная деталь, она была подмечена биографами Араса Верне, что художник, который родился в Лувре, он всю свою жизнь предпочитал видеть либо равнины российские, либо снега России, либо пески, пустыни, африканские Сахары. То есть художник действительно парижанин до мозга костей, он предпочитал либо вот Россию, либо Африку, Алжир. И, кстати, если так забежать вперед, и уже последние его дни, когда он умирал, он же так с горечью говорил, надо же, я, который так любил армию и флот, а умираю в своей постели, как какой-то лавочник. Скажите, пожалуйста. Ну вот в Алжире как раз Франция продолжает политику Карла X и Луи Филипп, а все время Луи Филиппа это непрерывные войны, потому что в Алжире формируется движение сопротивления, если говорить современным языком, под руководством Дея алжирцев Абдель Кадира, и все эти годы это непрерывные войны. И вот как раз тогда французы активизируют свою политику, и 1936-1937 год это ряд успешных побед, не успешных побед, а успешных военных действий французы берут Константину, один из важных центров, континентальная столица, как ее называли Алжиры, и вот Араз Дверне отправляется в Алжир для того, чтобы там фиксировать на месте победы французского оружия. И он должен был как раз создать вот целую серию картин по заказу короля Луи Филиппа на алжирскую проблематику, и потом уже по завершении вот этих работ в 1942 году он решает вновь отправиться в Россию. Вот как раз этот вопрос. Он решает, либо Луи Филипп его посылает. Вот уже мы подходим ко второму его визиту в Россию, Араза Верне, когда надо ли вот именно об этой тайной миссии мы говорим. Ну, тут все не так однозначно, наверное, и не так открыто, не так явно. Почему? Ну, то она и тайная миссия, да? Ну, во-первых, надо, наверное, начать с того, что после 1941 года, 1841 года, послы России и Франции, соответственно, они не то, что были отозваны, но они уехали из столиц, где они пребывали. Просперт де Барант отправился в Париж, а граф генерал Петр Петрович Палин отправился в Петербург. Но это было связано с дипломатическим инцидентом, кризисом, который произошел в международных отношениях, в наших двусторонних отношениях, когда граф Палин, он должен был поздравлять Луи Филиппа с Новым годом. В условиях отсутствия старейшины дипломатического корпуса, австрийского посла графа Рудольфа Апони. Но для Палина и для Николая первого это было превыше их моральных сил. Поздравлять Луи Филиппа. Как, не помню, мы, кажется, об этом говорили, маршал Мизон в свое время не мог присутствовать на открытии Александрийской колонны и дипломатически заболел, упал якобы с лошади. Вот Палина тоже вдруг просто скосила вот эта дипломатическая болезнь. Он никак не мог присутствовать на этой церемонии. Ну и понятно, что в ответ заболел вот так же неожиданно и Проспердебарант. И настолько сильно вот они захворали, что уехали и все. И интересы двух стран отныне вот до конца существования режима июльской монархии представляли поверенные в делах. То есть, по сути, неофициально, да, но уровень дипломатического представительства был пониже. Фактически ледяной, мы бы сказали в выражениях нашего дня, то есть ледяные отношения между и еще ведь дело не дошло до публикации книги Астольфа де Кюстинина, когда уж совсем они стали очень холодные. Скажите, пожалуйста, и вот как раз получается, что у нас нет послов, послы дипломатические болеют, но контакты между монархами нужно устанавливать. Нужно сохранять и нужно, более того, пытаться как-то трансформировать отношение к лучшему. И тут получилась вот такая интересная деталь. Дело в том, что как раз в 42-м году Урас-Верне отправляется в Петербург. И только он прибыл в Петербург в 42-м году, он присутствует на празднике летнем, который вот каждый год проводился в Петергофе и получает известие из Франции 13 июля о том, что трагически погиб наследник престола герцог Фердинанд Орлянский, старший сын короля Луи Филиппа. А это на самом деле это династическая трагедия. И, кстати, историки считают, что именно вот этот династический кризис станет одной из причин крушения режима Луи Филиппа, ну, в том числе. Причем тут тоже такая, вы знаете, это злая шутка судьбы, потому что еще год назад, год назад по сравнению с 42-м годом, когда во Франко немецких отношениях на волне общего такого глобального восточного кризиса возник Рейнский кризис, то есть напряженность во франко-германских отношениях и бряться ли оружием по обе стороны Рейна, так вот как раз Герц Корлеанский тогда якобы заявил, что я лучше умру на берегах Рейна, чем в сточной канаве Парижа. И получилось так, что лошади понесли, карета опрокинулась, он упал, ну, не в сточную канаву Парижа, а вот в кювет именно, и все, и через несколько часов умер. И поэтому Арас Вернет должен был срочно покинуть Петербург, причем Николай, беседуя с художником, он как раз ему сказал, что передайте королю мои искренние соболезнования, я полностью вот его поддерживаю, то есть уже тогда вот как-то Николай начал проявлять некую мягкость, и вообще со второй половины может быть сороковых годов позиции такая жесткая непримиримая Николай начнет меняться. И Арас Верне уезжает во Францию, и вот как раз именно там в Париже по его словам он имел беседу с королем Луи Филиппом, который как раз и предложил ему помимо вот такой живописной миссии выполнить и неофициальную дипломатическую миссию, то есть быть его посредником, быть таким негласным его представителем при императоре Николае и попытаться переломить его негативный настрой. И более того, по словам Верне, Луи Филипп говорил во время этой беседы, что я передайте Николаю, что я готов лично с ним встретиться, пусть он назначит какое-то место, то есть такая вот встреча без галстуков, тогда это уже было вполне реальное, монархи так встречались, и я готов прибыть туда, куда он скажет, чтобы мы лично могли поговорить, потому что вот такое вот негативное отношение к его персоне его крайне беспокоило, и он даже говорил о том, что иначе вот мой сын, погибший, герцог Орлянский, вот он даже на том свете будет находиться вот в мыслях о том, что вот Европа так несправедлива. Это Российский радиоуниверситет Дмитрий Кононыхин, Наталья Танчина, мы говорим о 19 веке, который так похож на современный. Это Российский радиоуниверситет Дмитрий Кононыхин, Наталья Петровна Танчина, доктор исторических наук, мы говорим о том, как в середине первой половины, или так скажем, в 40-х годах 19 века Франция и Россия искали сближение, при том, что формально находились в крайне таких ледяных отношениях. И мы говорим о том, что этот период очень похож на те усилия, которые предпринимает нынешнее руководство Франции, тот же Эммануэль Макрон, когда устанавливает нормальные отношения с президентом Владимиром Владимировичем Путиным, но находятся силы, которые официально ему в этом мешают. И мы видим, как в историческом зеркале похожие события эпохи Николая I. это наш цикл, наш бесед об такой портрете эпохи Николая I. Мы о ней ничего толком не знаем, и мы говорим сейчас о том, что король Луи Филипп поручил известнейшему французскому художнику, баталисту Арасу Верне, который был любимцем европейских дворов, выполнять не только культурную, но и тайную дипломатическую миссию о том, чтобы договориться о личной встрече двух монархов Николая I и короля Франции Луи Филиппа. Но, Наталья Петровна, как это вообще возможно? Откуда мы об этом узнали, что такая операция готовилась? Ну, трудно, наверное, здесь говорить о том, что вот операция готовилась, но, во-первых, об этом мы узнаем от самого Расу Верне, ведь это мы с его слов, из его воспоминаний знаем об этом разговоре, а с другой стороны, второй такой важнейший источник информации, это его переписка, его письма жене Луизе. Дело в том, что Расу Верне во время своего второго визита был в постоянной переписке с женой, впервые она была опубликована в 1856 году во Франции на волне интереса к России в годы Крымской или Восточной войны, а потом она была опубликована и в России и переведена, соответственно, на русский язык. И вот, если мы почитаем эту переписку, то мы увидим, что это отнюдь не письма любимой супруги, потому что здесь сплошная хроника событий и сплошные политические размышления о российском обществе, о персоне государя, о порядках в России. То есть не то, что милочка-душечка, я тут у меня... Об этом тоже. Он пишет, что милочка-душечка, да, потяжки как раз уже не выполняют свою функцию, потому что он на самом деле об этом писал, что он настолько там набрал вес, что брюки теперь вот его совершенно самым неприличным образом обтягивают. Вот русские раскормили французского художника. Да, именно так. Гостеприимство. русское. Но письма это действительно такая политическая хроника. То есть явно они предназначались не столько жене, сколько королю Луи Филиппу и его ближайшему окружению с одной стороны, а с другой стороны Николаю Первому. Почему Николаю Первому? Потому что все письма, вся корреспонденция, особенно иностранцев, в России того времени подвергалась перлюстрации. Вскрывалась и читалась. Вскрывалась и читалась. И все об этом прекрасно знали. И поэтому Арас Верне, понимая, что вот так вот поговорить тет-а-тет с императором Николаем у него далеко не всегда, может быть, и вообще не появится такая возможность, вот он писал в своих письмах то, что на его взгляд Николай должен был бы узнать, потому что он там как раз писал и очень много комплиментов и добрых слов и просто восхвалений в адрес императора Николая I. Кроме того, он там как раз говорит о том, что вот Франция очень желает вот этого сближения. С другой стороны, когда он не увидит вот этой какой-то ответной реакции, он будет писать, что, видимо, наш добрый король Луи Филипп пошутил со мной, потому что я не вижу здесь никаких симптомов русско-французского сближения. Но что касается перлюстрации, вот он это прекрасно знал, вот тот же Проспер де Барант переписывался со своей супругой и на этих письмах есть пометы Николая I, например, с надписью «Забавно». Или, допустим, другой француз, он приводит вот такой случай, который произошел с одним его соотечественником, который прибыл в Россию, уже какое-то время провел в нашей стране, был в переписке со своим братом, высокопоставленным французским офицером. И в один прекрасный день к нему приходит домой офицерский чин, который говорит о том, что месье нам известно о вашей переписке с братом, в которой вы ему сообщаете обо всяких интересных сведениях, но мы очень беспокоимся, как бы эти ваши письма не затерялись в пути, поэтому карета ждет внизу, у вас есть два часа на сбор вещей, и мы вас радостно и быстро доставим на родину. Тот ожидал подобного поворота событий, но решил поупрямиться, сказал, что он себе не простит, если он уедет, не повидав государя-императора, на что быстро отправили посыльного, который через полчаса явился, на следующий день император назначил встречу в манеже, не встречу личную, а просто он мог присутствовать на маневрах, и после вот этой встречи с государем месье посадили в карету и со всем багажом отправились в путь. Увидел, до свидания. Да, и самое интересное, что среди ночи и полной зимы карета остановилась в чистом поле, его высадили, и сопровождавший полицейский офицер сказал, что наш государь приказывает нам сопровождать иностранных подданов до границы, а вот дальше пускай заботу о вас берет на себя прусский король. И так в чистом поле он и остался. Ну, просто сказали, ты шпионил на прусского короля. Ну, почему на прусского? Просто отсылал во Францию письма, писал то, что не следовало писать. Наталья Петровна, мы знаем из нашего цикла, вот беседа о XIX веке, что Франция была крайне тесно связана с Польшей. Между этими странами были крайние такие еще с наполеоновских войн тесные взаимоотношения. Наполеон пообещал полякам свободу. Он же, по сути дела, поляки крайне поддерживали Наполеона во время вторжения в Россию в 1812 году. И в то же время в 30-м году прогремело польское восстание, которое Россия считала своим внутренним делом. и получается, Николай I просит художника по убеждениям наполеониста Расса Верне написать картину, посвященную победе русского оружия при штурме Варшавы. Да, это такой очень важный сюжет. Это как раз произошло во время уже второго визита Расса Верне в Россию, когда Николай заказал создать картину, именно посвященную взятию Варшавы, точнее, предместе Варшавы воли. Это кровопролитнейшее сражение, которое длилось несколько дней, и в котором потеряли очень много людей, и русские, и поляки. И Арас Верне тогда сказал, что почему бы нет, мне уже приходилось изображать мучеников и святых, а вот недавно я писал Христа в окружении его палачей. То есть он давал таким образом прямо вот понять, что русские войска это палачи, а вот поляки это как раз мученики. И он эту картину будет долго писать, и она будет писаться уже во Франции, в Париже, и в Россию она будет доставлена уже в конце сороковых годов, и причем ему будут представлены портреты главных участников вот этих боев, чтобы запечатлеть русских генералов, офицеров. И когда Николай увидит эту картину, он напишет личное письмо Расу Верне, в котором как раз он скажет о том, что вы остаетесь на стороне побежденных, и все великолепные композиции русские показаны победителями, но главная и решающая роль отдана полякам, которые изображены здесь как герои и мученики. Но Николай сказал, что я не в обиде на вас, и надеюсь, что в ближайшем будущем я вас снова увижу в нашей стране. Это при том, что, ну, подождите, я вот немножко... Конец 40-х годов. Я не понимаю. Получается, нам рисуют, что Николай такой самодур, такой... Почему русские победители, но поляки мученики? Да, он не гневается на такую фронту французского художника, который откровенно, ну, так, ну, не скажем, дерзит, но проявляет такую весьма неполиткорректность по тем временам, и он поступает крайне благородно, Николай I, по отношению к Арасу Верне, осыпает там его наградами, и орденами, да. И Анна, и как раз польский орден святого Станислава, и святого Владимира, и Анна с бриллиантами, и он вообще уедет просто облагодетельствованный Николаем с огромными... У нас буквально две минуты. Ну, вот хорошо, Россия облагодетельствовала французского художника, а какой память, как он о России отзывался последние годы? Тут вот на самом деле все очень неоднозначно, потому что образ Николая это образ идеального правителя, и он пишет, понятно, понимаю, что Николай прочтет какое счастье для меня, а Николай ведь пригласил его путешествовать по России среди его ближайшего окружения, это высочайшая честь для художника. Вот что я сделала для этого человека, который так щедр, так добр по отношению ко мне? Но с другой стороны, когда он уезжал, вот то ли он поступил как-то так по-хулигански, вот опять-таки то ли стремился эпатировать, зная опять-таки, что Николай читает. Он же остался еще всю зиму в России. Это сейчас у нас зима, вот нынешняя, она действительно европейская. Тогда для европейца это было что-то такое очень серьезное, и то, что вот вернее осталось зимовать в России, это показатель того, что он действительно жаждал во многом получить вот эти вот русские царские гонорары. Потом, правда, наступили белые ночи, и он снова стал жаловаться, зимой он не мог писать, света нет, летом он не может уже спать, но он, знаете, когда он уезжал, каким-то таким, может быть, устал или разочарован, и он очень так негативно отозвался о будущем России. Он говорил о том, что вот скорее бы руки в ноги и уехать отсюда, потому что эта страна предназначена для медведев, но мы же не медведи, и что нам тут делать? Мы французы. Да, и говорил о том, что вот вся цивилизация это только видимость, и никакой цивилизации нет и не будет в России, и при этом все подарки взял, взял даже рысака, рысаков, которых ему подарили, сани и даже емщика, и вот зачем-то так еще иронично писал своей жене, что мы берем и емщика, но если он нам надоест, то по дороге мы его съедим. Шутки, шутки. Мне кажется, это вот именно такое хулиганство и эпатаж. С Николаем они, кстати, еще увидятся, когда Николай в 44-м году инкогнито под именем графа Орлова окажется в Лондоне с визитом, вот там они вновь пересекутся, а Урас-Верне окажется еще в России во время уже Крымской войны. Ну, уже понятно, не по приглашению Николаю, он будет присутствовать при осаде со стороны французов, да, Севастополь, но он не дождется итога, он уже был слабый, не очень здоровый, и он покинет Россию. Ну, вот целый ряд картин напишет на тему, связанную с Крымской войной. Фантастическая история, все-таки мы будем об этой эпохе обязательно говорить, потому что я вижу, что вот то, что написано в учебниках, мы не знаем нашу историю, мы не знаем историю России, мы не знаем историю взаимоотношений России и Европы, мы все европейцы. Учите историю, уважаемые радиослушатели, будьте счастливы, всего самого наилучшего. До свидания.